Деньги меня не волнуют, они меня успокаивают. Большие деньги развращают, маленькие деньги озлобляют. Что ты думаешь по этому вопросу? Хочу быть очень, очень развратным человеком. Деньги это зло, не в деньгах счастье. Кто духом силен, тот и богат. Вот, три способа и еще миллион успокоить себя, пока не выдали зарплату. Запомните, деньги никогда не меняет человека, просто они позволяют ему быть самим собой. Кошелек называют домиком для денег, но счет, как ни загляну туда, постоянно никого нет дома. Деньги это вообще не главное. Главное, чтобы они всегда были. Все отлично знают, что счастье не в деньгах, но хотят убедиться в этом лично. Никогда не тратьте деньги вместе с умом, ведь деньги к вам еще вернутся, а ум... Много денег в кармане, это, конечно же, не крылья, но походку они меняют. Запомните, лучший подарок это деньги, ведь никто не скажет, что такие же у него уже есть. Тебя вообще интересует что-нибудь, кроме денег? Да, и что же именно? Где они? Пусть деньги, сбившись в птичью стаю, летят ко мне, как ураган. Пусть окружают, нападают и нагло лезут мне в карман. Доктор, что же мне делать? У меня, похоже, аллергия на деньги. Когда вижу свою зарплату, у меня начинают слезиться глаза, и я чихаю на работу. Друзья, запомните, деньги это не зло, ведь зло так быстро не кончается. Приходит сын к отцу. Папа, папочка, я на минутку, я только поздороваться. Поздно, сынок, ко мне уже заходила мама, поздоровалась со мной и выгребла все из моих карманов. Вчера кое-кто участвовал в акции «Получите деньги». Он отправил смс со словом «деньги» и получил ответ. Ваши деньги у нас, спасибо за участие. Дамы и господа, чтобы заработать на жизнь, надо много, очень много работать. А вот чтобы разбогатеть, необходимо придумать что-то другое. Деньги не портят мужчин, пока рядом с ними есть женщины, которые успешно снимают эту порчу. Друзья, все видели на деньгах надпись «Билет Банка России». Но вот куда, куда мы все время едем? У денег есть свойство – сильно портить людей. Но спокойно, в нашей стране люди в большинстве своем очень хорошие. Ребят, вот как же бесит, когда ты долго, кропотливо копишь деньги, складываешь их в копилку. А потом, в один прекрасный день, идешь в магазин и сразу – бац – и тратишь все эти несчастные 500 рублей. У кого так же было? Парадокс. Мы тратим все свое здоровье, чтобы заработать побольше денег. А потом все эти деньги тратим на то, чтобы восстановить утраченное здоровье. Лучший способ заставить людей о тебе помнить и никогда не забывать – это занять у них побольше денег. Большинство людей смогли бы красиво жить на свою зарплату, если бы в месяце было пять или шесть дней, а не тридцать или тридцать один. Расскажи-ка, денежка, где была? Расскажи, зеленая, как дела? За тобою бегала целый год, ты меня не видела, а я вот. А ну-ка, давай-ка, приди на мой счет. И в баксиках, и в евро, и чтобы целый год. Урок экономики в школе. Тема – как заработать денег. Учитель обращается к аудитории. Итак, смотрите все внимательно за мной. В руках у меня купюра. Я кладу ее на стул. Затем сажусь попой и прижимаю крепко к купюру к стулу. Итак, что же нужно делать для того, чтобы заработать денег? Ответ – просто поднять задницу со стула и начать трудиться. Зарплата шепчет. Ну, давай, давай куда-нибудь сходим, пойдем, развлечемся. Нет, говорю я ей. Сиди дома, ты еще маленькая. Ребят, ребят, ну, давайте поедем куда-нибудь уже отдыхать. Нет, судя по деньгам, мы еще совсем не устали. Дорогие денежки, как же я без вас скучаю. Я приобрел для вас новый кошелек. Приходите, зовите своих родственников из Европы и Америки. Места хватит для всех. Если деньги измерять кучками, то у меня большая ямка. Деньги всегда меня предают. Как гулять, так мы идем вместе. А как возвращаться, так в одиночестве. Ты деньги держишь в валюте или в рублях? В еде, в еде я держу деньги. Получил зарплату, купил еды. И все, до следующего раза. Вот ведь парадокс. Деньги то начинают кончаться, то заканчивают начинаться. Успешным считается мужчина, который зарабатывает денег больше, чем успевает потратить его жена. Вот никак, никак не получается потратить деньги с умом. То деньги заканчиваются, то ума не хватает. Счастье, как известно, не купишь. Но деньги очень хорошо помогают его приобретать. Аврам узнал, что скупой платит дважды. И сделал из этого очень правильный вывод. Он пошел работать к этому самому скупому. Деньги это точно зло. Приходишь в магазин. И как же, как же этого зла не хватает. Хочешь денег, жми класс. Да нет же, балда. Подними опусть с дивана, иди работать. Как говорила моя тетя Циля, не в деньгах счастье. Но с деньгами я могу себе позволить быть несчастной где угодно, с кем угодно и когда угодно. У вас есть возможность откладывать деньги? Возможность-то есть, вот только денег нет. Девушки, не будьте для парней, как инспектор ГИБДД, который фигнино говорит, деньги заберет и испортит все настроение. Очень хочу деньги-бумеранги. Я их трачу, а они летят и летят ко мне обратно. Да, женщины очень меркантильные особы. А мужчины нет, ну что вы. Они же как увидят деньги, так сразу. Фу, фу, какая гадость. Ой, мерзость какая. Раздам-ка я их все лучше женщинам. Друзья, на этом все. Подписка и лайк с вас. Субтитры сделал DimaTorzok